Всем приветик, мои дорогие! Приветик, приветик! На улице ночь, на черне. Даже не скажу, сколько времени, но видите, машины не одной, значит, очень поздно. Хотя вы знаете, да, что у меня центральная улица. О, две машины появилось, еще одна. В общем, а я вам сегодня хочу показать. Говорят, очень вкусные оладушки. Я ни разу их не делала. Сегодня хочу сделать. Эти оладушки, рецепт я взяла в инстаграме. Вот так, откуда тут? В общем, вот так давайте. Смотрите, кому нужен будет рецепт, вот он. И здесь прям подробно так описан. Говорят, он очень-очень вкусный. Меня заворожила там картинка. Посмотрю, как у меня получится. Видите, здесь все-все прям подробно-подробно описано. Видите, я вам все прям... Вот, я люблю так вырезать, приклеивать. Если вот сегодня не понравится, то я его выкину. Если это, то приклею будет он у меня. Так что, это мой вот ежедневничек. Кто давно у меня смотрит, знает его. Ну, в общем, нам вот понадобится, смотрите, 500 грамм стрип кефира. Я 1% взяла, 1 яйцо, у меня деревенское, я всегда беру деревенское для теста, для этого. Ну, а так уже первый сорт беру. Потом 350 грамм муки, я прям замерила. Ну, вот все по рецепту. 2 столовые ложки сахара, 1-2 чайной ложки соли и 1-2 чайной ложки соды. В общем-в общем. И 150 грамм растительного масла для жарки. Буду брать большую сковородку. Сейчас сначала все это замесить нужно. Оставить на 20 минут, чтобы оно подошло. В общем, посмотрим, что получится. Здесь, видите, прям написано. В миску вылить кефир, яйцо, добавляем сахар, соль. Смешиваем муку с содой. И, в общем, мешаем. Оставили созревать на 20 минут и жарим. Так, я не буду показывать себя, потому что, ну, ночью. Что на меня смотреть ночью? Я ночью такая же красавица, как и все. Ну, как и днем. В общем, мешаем вот так. Все, оно такое какое-то нагуставатенькое. Сейчас я постараюсь перемешать и покажу вам. Запекать будем на большой сковородке. Посмотрим, как получится. Прям вот так вот и будут делать, что до 9, а потом на 6. Что-то оно такое получается, знаете, как белый крем взбитый. Вот, знаете, есть. И комочков нет. Вообще нравится мне блины взбивать, если не машинкой, то вот такими или венчиком. Лучше, чем вилкой там. Сейчас я накрою ее и в батарее. Так, меня спрашивали, Элла, какое у вас покрытие в сковородках. Я не знаю. Вот беру вот такую. Кукмару у меня все. И казанок такой, большая и малая. Вот. Буду я жарить тоже в такой. Она уже потемнела. Надо ее почистить. Ну, я сильно-то не чищу она, как сковородка и сковородка. Вот эта вот сковородка, которая у меня 2,4 по диаметру. Я в ней все делаю, зажаркую, все. Ну, а здесь мясо тоже все. Ну, вот это вот у меня уже второй год. Да, и это тоже, да, это же я тогда покупала. Я и Оксане такую покупала. Но у Оксаны сейчас новая, как ее панель. Ой, если вспомню, напишу, что, в общем, вот эта посуда не подходит. Поэтому, ну, у нас глава, говорит, она сейчас запекает в этой, в духовке. Тесто вот такое стало. Попробуем. Налила я хорошо так, видите. Ну, как и написано, для жарки там 100-150. В общем, по ложке давайте будем раскладывать. О-о-о-о. Наверное, мало что-то. Много масла, наверное. Переворачиваем. Нет. Ой. На 6. А-а-а-а. Точно первый комблин. Ну, сейчас посмотрим. Но они так пузырятся хорошо, да? Как-то так. Так, ну, поворачивать их нужно приловчиться. Я уже на 2 поставила, и оно кипит. Видать, у кого какие сковородки, знаете. Немножко пусть потомится. Слушайте, я уже попробовала. Такая вкуснятина. Во! Главное приловчиться. Вот я по одной вот этой вот беру. Так, остыла сковородка. Да, сковородка остыла. Нельзя, чтобы остывала сковородка. Надо поддерживать. Слушайте, я попробовала вот эти, которые первые чернобривцы, да? Думала, ну все. Они такие вкуснющие. Эти тоже. Вот видите, сделала. Они такие вкуснющие. Они такие пушистые. Ночью. Ну, уже ж не 6 часов. Смотрите. Я думала, я их спекла. Нет, нормально. В общем, их переворачивать надо, как они только надуются. И переворачивать. Ммм. Попробуйте. Боже, я сейчас мозг съем. Быстро. Незатратно. Главное приловчиться их переворачивать. Сковородка, чтобы была хорошая. И не допускать остывания сковородка. Камбец в моей фигуре. Ну, ничего. Вот эта диета мне нравится. Диета классная. Знаете, я думала, будет пахнуть сотой, потому что она не гашеная. Нет, все нормально. И знаете, что я еще боялась? Ну, я же у каждого же мука своя. У меня мука одна была, потом я вторую купила. Думаю, как она это. Нет, вот все делаю по рецепту. И вообще классно. Смотрите, как они поднимаются. Вообще классно. Я немножко так. Там не написано под крышкой, но я немножко. Смотрите, вот. Вау. Ой, они прям воздушные, воздушные. Класс. Опять у меня здесь куча. Я когда готовлю, это мама мне говорит, почему я не люблю кулинарию снимать. Это вообще. Потому что знаешь, что потом будет куча всяких бяки. Боже, какая вкусная. Кого угостить? Кто хочет? Кто хочет? Малека. Полинка. Линка. Наталья. Надежда. Благонравова. Ну и все, 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 все остальные. Ммм. Со сметанкой. Боже. Мозг съедите. Я взяла побольше ложку вот эту. Не, не надо брать. Берите обыкновенную столовую ложку и переворачивать легче. Последняя сковорода уже как-то, видите, и быстрее. Они вот прям поднимаются. Ну, я говорю, там можно вилочкой, нужно ложечкой подниматься. Ну, я вот так. Но факт то, что вкусная, вкусная. Быстро, недорого. Так, ну я посчитала, вот продукты, цвет, посуду помыть, там ферри, там затраты, все. Ну, приблизительно, приблизительно где-то 65-70 рублей. Со светом. Ну, потому что, ну, такая боча, смотрите. Вот это и вот это, и я уже 4 захомячила. А они такие, не маленькие, видите, на ладошку у меня. Так, ну вот все, что получилось. Кто-то мне спросит, я прям вот прям предвкушаю, как спросят. Вот, зачем вы посчитали, сколько они стоят? Потому что я не помню, что я делала. И мне сказали, вот это дешевле пойти и купить, чем дома готовить. Может быть, я согласна. Но вот это, это вообще, смотрите. Так что, ммм, какая вкуснятина. Боже, как же она хорошо влияет на фигуру. Просто бомба-бомба-батьская. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok